уважаемые друзья здравствуйте я хочу сделать обзор такой небольшой обзор сорта суровой дыни немцев по лужи каким он у меня получился у меня я вам рассказывала что он у меня участвовал в эксперименте по черенкованию посадила я только верхнюю часть растения она я его уже один раз немножко приспустила вот если посмотреть здесь видите ствол вот такая часть ствола она у меня приспущены значит я предполагала о том что этот томат будет иметь популярность среди вкусовых предпочтений моих покупателей соответственно я его повела в 4 ствола я уже собрал две кисти снизу и у меня еще я регулярно делал обзор его нужно посмотреть как он растет и сейчас целью ставила чтобы максимально выстрел томат вот такой вот он охристого цвета прям вот с этой стороны где солнце больше попадала как бы с камеру стоит он прям ярко-ярко оранжевый в коричневую даже и соответственно вот плоды которые уже готовы к употреблению они вот выглядят выглядят вот так грамм 300 300 с копеечками есть в среднем томат по кистям дружно вязал я снимал томаты уже видно что на каждой кисти все срезано это развиваются последующие то есть томат снимаете идет замерзшая зависть дальше развивается томат вот таким способом он растет точно так же наверху вот сейчас я сниму все эти томаты и вот эти юбочки видите они тоже пойдут под налив только надо быстренько все это дело снимать но у шамана только две руки я не все так успеваю быстро делать как хотелось бы поэтому уж мне извините про томат красивый томат eric's blanche я вам тоже рассказывала история была такая о том что я с радости оставила на эксперимент посмотреть как будут развиваться тогда сложная огромная большая кисть в ней было двадцать пять цветов может даже больше и мы не я не могла это все дело хозяйство удалить потому что мне нужно было посмотреть можно их обрывать нужно нормировать или нет вот по результатам хочу вам сказать что нормировать кисти нужно но не очень это хорошо когда вот такие вот томаты мне как бы не нравятся две крайности и вот такой когда выдует да на килограмм здесь будет грамм 900 уже в томате а он еще не поспел ну и маленькие тоже ни к чему такие шарики поэтому все таки красиво было конечно когда он свел красиво когда это огромная кисть висела ну сами понимаете да что чем меньше томатов в кисти тем они крупнее кто зачем кому как кто какую цель преследует кому что нужно в этой истории из зеленоплодных теплицы у меня еще есть один тюльпан зеленый я вам его показывала один большой огромный я сняла томат и у меня осталось несколько таких средних они уже поспели вот это такие вот тюльпаны вот такие красавцы просто посмотрите какие красивые видите вкрапления все тюльпан поспел и на сегодняшний момент у меня больше ахристых и зеленых здесь в теплице спелых нет из значит вот мелкий томат он такой по сорту ли не знаю ли так у меня уже прижился это терракота красивый томат терракотовый бронза вот такие вот бронзовые лисички знаете похож прям на лисичку он не оранжевый не оранжевого цвета а именно такой вот на самом деле отражает свое название он кирпичный вот прям свет у него кирпичный по правильному вот этот эти томаты сейчас я буду снимать и собирать из них семена все пошла работа поэтому я замолкаю спасибо за просмотр как вы можете понять вся теплица у меня розово-красная вот везде красные томаты потому что потому что не красные у меня уже все давно как бы вы куплены все собираю томаты и семена